Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Поговорим о расширении. Слово, конечно, знакомое. Понятие есть, даже знаем, что это происходит массово. Но как же трудно информационно-энергетически это вынести самому. И особенно тогда, когда происходят событийные ряды испытаний. Да, это еще тот марафон. И сейчас очень жестко развенчивается иллюзорное восприятие духовности. И самого в целом духовного пути. Иллюзорная радужность или мираж духовности просто тает на глазах. Тот сладенький путь иллюзорных восторгов, эмоциональных всплесков или уже испытали многие, или сейчас испытывают, или предстоит испытать, и в итоге окончательно эго утратит свою власть. Как это понять в жизни? Да очень просто. В жизни это просто я. Все я. Это я. И другое тоже сделал я. И это все моя заслуга. Не стесняйтесь. Это происходит у всех рано или поздно. Ложное величие в отделении. Просто рушится. Как снеговик в теплый зимний день. И еще какое-то время находишься в обнулении. А потом начинается реальный процесс слияния. И вот здесь у всех свои скорости. И во что же мы с вами сливаемся? Да очень просто. Из я многочисленных мы сливаемся в мы. Теперь ты понимаешь, что у тебя есть душа, и она в слиянии со всеми душами. И становится и больно, и легко. О, больно потому, что ты жил в постоянных недостаточностях, страданиях, мучениях, напряжениях, переживаниях, стрессах, спорах, враждебности, ненависти и доказательств. И вот как-то себя жалко. Вот такая она яркая дуальность. Или энергии разделения. И вот с ними мы сейчас с вами растождествляемся. Или рассеиваем их через свою собственную чувствительность. Сначала кажется, что у одного меня будет все лучше, потому что я умнее, потому что я сильнее, потому что я талантливее. И этот опыт нами получается в нескольких жизнях. Иначе трудно понять. И в одной жизни сам индивид не желает столько страдать. Он облагораживает свою жизнь удовольствиями и играми. Но вот мы с вами уже дожили в очередной раз до самого дна и страданий народов, и стран. И спрятаться от всех уже не получится. И жить в удовольствиях тоже не получится. Потому что разрешение трехмерной матрицы касается всех. Когда я выкладываю материал негативного характера, чтобы поднять все на поверхность, и то после многочисленных роликов, которые делают нас в слиянии сильнее, то есть положительной, вдохновляющей информацией, то такие получаю комментарии возмущения и недовольства, что просто их удаляю. Потому что они только ухудшают общий фон. А это не моя цель. Моя цель противоположная. Чтобы наоборот жить из большего могущества. Возмущения идут от слабости и недостаточности. И только тянут всех на дно. А задача подниматься с этого астрального дна миров к свету. Через веру в себя. Через веру в других. Но если сидеть в иллюзорных духовных ландышах и не считать нужным объединять полярности в себе любимом, то все, как старая пластинка, продолжает все снова и снова. И одни сурка мы все уже знаем. Тогда ничего не меняется. Это не духовность. Это болтовня о ней. Мне часто писали, куда я всех веду. И приходилось свою жизнь тратить на ответы и объяснять, что никуда не веду. Каждый человек сам, погружаясь в свой внутренний мир, ведет себя. И это делает его душа и его наставники. А сейчас к некоторым сильным и могущественным подключается уже и сверхдуша. Но так аккуратно, чтобы не навредить. Это же энергия. Поэтому эти процессы очень деликатные. И когда человек сам безответственно к ним подходит, то может получить дополнительный опыт. Я бы сказала, скромно разный. Например, ему предоставится опыт быстрого заработка. И он будет думать, вот, наконец-то, мне повезло, я заживу. А нет. Тут же он может так же и все потерять. И после этого не сможет себя простить. И на годы уйдет в запой. Ну, это как пример. Да, я сейчас говорю о бережном и внимательном отношении к себе и тому, что с вами происходит. И предлагаю не просто поговорить и выявить что-то странное, а начать действовать и задавать вопросы и получать утром ответы. Помните, да? Утро вечера мудренее. Это может отвечать ваша душа. А кому-то уже сверхдуша будет помогать в его эволюции. Вот почему мы чудо. Потому что мы можем творить. И первое, что мы сотворяем в лучшей версии, это себя. И еще мне хочется поговорить о флагах разделения. Допустим, вы определились, в какой группе вы чувствуете себя более гармонично. Даже если это не такая сильная или мощная группа. Допустим, в ней 22 человека. Этого вполне достаточно, чтобы сливаться в мы. Но если вы уже стали больше пропускать света, то вполне возможно, вы найдете себе большую группу. И не обязательно в ней будет только свет. Там уже более сильно работа идет. И, соответственно, трансформируется негатив. Можно смело сказать, что ваши скорости движения в слиянии или интеграции вашего сердца набрали больший объем. Это может быть связано с вашими прошлыми наработками в других воплощениях. Или ваша цивилизация вам помогает, и вы имеете большие скорости или ритмы. Но здесь можно говорить об очень многих причинах вашего развития. Итак, вы перетекаете из маленьких речек и водоемов в большой океан любви. С кем и как только вы сами решаете. И презирать или требовать от других каких-то скоростей вам понятных, это очень эгоистично. И смотрится очень неэтично со стороны. Когда кто-то говорит о том, что вам нужно на тот канал или на другой канал, поверьте, сам человек знает, где ему следует быть сейчас. И это его выбор. Все дороги ведут в Рим. И сейчас интернет всем без исключения предоставляет возможность быть в тех или иных информационных потоках, которых ему комфортно на данный момент. Синхронизация происходит не потому, что вы там всем написали в комментарии, что все дураки и сидят в этом болоте и не развиваются. Это не так. Тихо едешь, дальше будешь. А что толку, если вы на больших скоростях врезались на повороте и вышли из игры? Никогда так не думали? Мне часто моя мама говорила, что я неосторожна и могу сгореть, особенно когда начала писать стихи. Да, энергии это очень для нас ново. И мы все еще увлекаемся в том числе и собой и не замечаем, что мы уже не в золотой середине. А по сути, эффективная жизнь может быть из центра, из довольства собой, из баланса. Поэтому слушаем свою душу, а не голоса вокруг. Ведь они могут ошибаться, имеют на это полное право. А вот душа, она знает о вас больше. Она знает о вас все. И она знает, какой вам опыт необходим на данный момент. Возможно, он очень негативный. Но ведь и помощь вам велика, если вы проходите негативный опыт. Так принимайте ее и идите только за собой. И идите с теми, кто вам близок и понятен, кто видит в вас процветающее и прекрасное существо и использует как можно меньше или вообще не использует никаких транспарантов. Ну, например, народ, просыпайтесь. Или идите все на канал того или другого. Или будьте как дети, объединяйтесь с нами. Слишком многое тратится на внешнее и мало на внутреннее. Или вам так важно сказать «Я участник движения за мир». Ну и что? Что изменилось внутри вас лично? Куда идет этот мир, в котором вы участник? Не хочется продолжать дальше. Но суть, мне кажется, все уже поняли. Да, я думаю, уже поняли, что чтобы объединяться, необязательно искать сильную группу. Вполне возможно, она просто ментальная и все. А вот ваши чувства и ваше состояние это уже очень для вас важно. Недавно выложила ролик об ответственности и проницательности. Стив Роттер. Посмотрите. Весь путь духовный – это путь внутренней тишины и глубокого спокойствия, а не громких лозунгов и требований. Почему? Да потому что это ведь только ваш выбор, что сейчас делать, куда устремляться. Это только проявление вашего творчества. И он может быть любой. Просто будьте спокойны. И чтобы нам не спорить, очень хорошо мыслить, а наоборот, идти в слияние, очень хорошо мыслить из «все правы» на своем уровне сознания или «все правы» на своем уровне развития. признание ценности всех без исключения путей – это же тоже большое слияние в «мы». Позволение всем идти своим путем – разве это не свобода? Вот если бы прямо сейчас каждый позволил другому свободу от своих собственных мнений, суждений, верований, чувствований, то общая картина изменилась бы тут же, потому что эгрегоры зависимости просто сдулись. Чей-то сын перестал бы курить, чья-то невестка перестала доминировать в семье, чей-то внук перестал материться, и семьи первые почувствовали бы облегчение и открылись бы новые возможности заработка всем членам семьи по закону соответствия. Я о многом дальше умолчу, но вы можете сами продолжить. Прекратились бы войны, ссоры. Что будет еще при позволении всем свободы и веры в них со стороны каждого? Интересно, правда? Я не люблю сенсации и громких обещаний. Жизнь слишком разнообразна, и не стоит давать клятв и обещаний. Наоборот, старые клятвы и обещания стоит трансформировать. Например, я никого больше не полюблю. Обиделась. Или я уже отлюбила свое, и теперь пусть меня любят. Обиделась. Ну что толку говорить о духовности, если такие противостояния? Жесть. Поэтому будьте внимательны к себе, и если вы желаете больше разобраться в себе любимом, то есть книжечка, напоминаю, Амора Гуань Инь, Наследие Плеяд. Это моя настольная книжка, много лет. Она же есть и в электронном виде. Как же можно подытожить этот ролик? Что же я сделала этим роликом? Для чего вообще я его создала? Сейчас для всех нас вытаскиваю еще кое-какие противостояния этим роликам, чтобы у всех у нас была возможность благополучно добраться до океана любви или, можно сказать, довериться проявлению высшей жизни здесь, в мире материи, на планете Земля, и вернуться к своей божественности. Не в самообмане, а реально, в чувствах и мыслях, вернуться в это чудесное «мы». Знаешь, можно зайти в тишину. Знаешь, можно ее не бояться, в ней отдохнуть, подышать, посмеяться, как в прекрасном цветущем саду. Можно не думать о скорости жизни и перестать на ходу врезаться, снова ожить, в пустяках не терзаться, снова сиять, позволив смиренные чувства и мысли. Знаешь, можно зайти в тишину. Знаешь, можно ее не бояться, в ней отдохнуть, подышать, посмеяться, как в прекрасном цветущем саду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok